Давайте с нуля. Первое, что мы коннектимся к файлу. Excel, текстовый файл. У меня, по-моему, это текстовый файл, и это будет на два действия. Текстовый файл это CSV, TSV. То есть значение, текстовый файл, в котором значения разделены запятыми. Я ищу, как же он называется, Россия Хаус. Я все потерял. Так, одну секунду. Россия Билдинг. Смотрим предпросмотр. Вот я вам показываю, как выглядит файл, побитый как таблица. Широта, координаты, год постройки дома, количество этажей не везде есть, количество квартир, наверное, в доме, есть ли там парковка или паркинг, был ли капремонт, энергоэффективность дома. Ну, данных всего ничего, на первый взгляд. А там, где пусто, они просто не будут отражаться, да, и все? Нажимаем этот файл. Он весит сколько-то, ну, да, около 27 метров. Вот это может испугать. Я не понимаю, почему табло это не пофиксило. Это, тут должна быть тоже таблица. Вот сейчас все, оно в куче. Это проблема только с CSV, с файлами, которые разделены запятыми. Но проблема решается очень просто. Вот вы перетащили сюда файл, вот он, CSV, и здесь это такая стрелочка, в которой нужно минимально настроить. Тут все правильно, запятые. И здесь разделяется запятыми, то есть колонки деляются запятыми. Но надо кликнуть на что-то другое и вернуть на запятые. Я не знаю, уже как бы полтора года вот это, может, это, конечно, фича, но если что, я ее не понимаю. Вот я сейчас кликнул туда-обратно и я вижу таблицу. Табло увидел latitude, longitude и понял, что это географические координаты. Нарисовал здесь глобус. Это тип данных, которые распознаны в колонке. Остальное вроде все в порядке. Это можно закрывать. Дальше. Год, число, текст. Да, количество этажности текстов. Это уже агрегированное число. Там есть меньше, больше, но ничего, нам подойдет. Все. Внизу перейти на лист один. Из чего состоит табло? Есть три иерархии размещения информации. Смотрите, все на самом деле очень просто. Часть данных, колонок в таблице попадает в dimensions, measures, все слева. Что мы хотим сейчас делать? Первое. Ну давайте, какую визуализацию? Вы видели, что там за данные? Количество паркингов. Количество паркингов? Эх вы! Ну можно, конечно, по количеству паркингов. У нас, например, паркинг, мы фильтры. Все, что попадает в фильтры, все эти данные, они фильтруются. То есть, если паркинг у нас стоит там true, вот мы ставим птичку, все, что попадает в фильтр, но здесь пока нет никакой визуализации. Но у нас все данные, которые будут приходить, они все отфильтрованы по наличию паркинга. Ну давайте мы все же нарисуем здесь паркинги, добавим широту и долготу. Вот, latitude два раза кликаем, longitude два раза кликаем. И вот это тоже момент может смущать людей. Вы видите точку. Грубо говоря, это центральная точка всех домов России, у которых есть паркинг. И она находится. Давайте посмотрим это богоизбранное место. Сейчас, вот карта обычно не тормозит. Гадость такая. Map layers. Давайте ее кастомизируем, может это все выключим. Береговая линия, границы регионов, стран, провинции. Я все включу. И, наверное, это пустыня. Такая есть каракун. Сейчас. Может нет интернета? Нет, это место есть лучше. Давайте сделаем так. Давайте, чтобы все было видно. Вот одна прорвала. Что-то не то. Ну, короче, вы видите эту одну точку где-то в... Орел. С географией России я не буду с вами соперничать. Все, что нужно сделать, чтобы увидеть все точки, агрегировать measures, снять эту птичку. Башкортостан. Вот. Может быть, какой-то сакральный смысл. Что? Давайте установим, что произошло. Он все цифры, широты, долготы, вычислил для них среднеарифметическое. Вот это AVG значит, что это среднеарифметическое всех широт и долгот. Потому что все, что перетаскивается из measures, числа, они агрегируются. Если я скажу, что это не measures ни разу, а dimension, вот просто запомните этот клик dimension, он сейчас вот показал все точки, дома, у которых есть паркинг. Давайте посмотрим в Москве. Вот это поиск, у нас же нет названия городов, вы не видели регионов, их там и нет. Вот это поиск, который встроен в табло. И геокодинг там до городов вполне себе работает. Ну вот Москва, вот это дома, у которых есть паркинг. Ладно, следующий. Видите, лист 1. Я могу что-то исправить, создав его дубликат. Вот он точно такой же. Мгновенно создается, но вы можете добавить, например, был ли капремонт в этих домах в цвет. Да, что там с капремонтом? Наверное, у них не было. Или там проблема с данными. Окей. Количество этажей. Ну, например. Ну, это пока бред. Давайте просто добавим все дома России. Широта, долгота. И убираю, например, здесь агрегейт. Вот все дома России, и каждому честно нарисована точечка. Ну, которая есть в базе. И почему-то база ограничена, я вижу внизу статистику, 500 тысяч отметок. Это проблема не в табло, потому что табло миллионы строк абсолютно нормально ворочает. Возможно, это рендер на карте. Может быть, на карте может быть максимум 500. Ну, ладно, это мы сейчас выясним. Посмотрим Москву. Москву. Почему же Индию и Африку еще побитые данные? Побитые данные. Проблема в данных. Где-то координаты перепутались. Всегда, когда данных много, они грязные. И нужно... Можно на их очистку потратить несколько лет. А можно посмотреть на общий массив больших данных и увидеть все дома Москвы. Хорошо. Давайте посмотрим год постройки. Ну, например, добавим это в страницы. Посмотрим историю. Сейчас одна птичка. Показывает все, что было до. Убрать. Ну, наверное, все. Можно нажать кнопку Play. И посмотреть, как застраивалась Москва. 30-40 год, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е. Он там быстро бежит. Там скорость можно менять. Ну, это все очень эффектно. Вот эта штука эффектно. Она сама так мигает. В онлайне, если вы сохраните, она у вас так не будет работать. Там нужно нажимать далее. Но Tableau, я читал, работает над этим, чтобы этот инструмент, который показывает постранично, все, ну, работал как вот здесь. Вот нажал, и оно все показало. Ну, по сути, как гифка. Вот из этой, в этом случае, если я хочу гифку сделать, вот я добавляю Pages, вот я включаю 32-й год. Ну, на Mac'е Common Shift 4 пробел. Экран сняли. Дальше нажали Common Shift 4 пробел. Вот я уже, ну, за секунду можно сделать два кадра. В Photoshop это тоже за полминуты соединяется, обрезается интерфейс. Вот гифка. Ну, к примеру. Ну, давайте что-нибудь сделаем по, я не знаю, по количеству квартир можно сделать. Или по периодам. Добавить, например, периоды в группы год. Из года сделать группу, например, до революции это будет вот этим. До 17-го пусть будет год. Я назову группу до революции. Теперь, Хрущев, что у нас там считается? Ну, вот у нас 59-го по какой-нибудь, ну, пусть по 65-й, пусть это мой дом. Или даже по 66-й. Хрущевки строились долго. Давайте это назовем, хорошо, все, я заканчиваю. Заканчиваю. Хрущевки. Все. Нажимаю ОК. Я объединил. У каждой записи есть какой-то год. Я объединил их в группы. И теперь я перетаскиваю эту группу на цвет. Перетаскиваю на цвет. Так. Это проблема. Сейчас я ее решу. Там все остальные значения, они тоже. Вот надо поставить птичку. Все остальные, у нас есть до революции Хрущевки и Азар. И давайте пока еще, нам сказали, у нас есть 5 минут, назовем Путин. Путинки не знают так дома? Хрущевки, Сталинки. Ну, я не знаю просто. У нас Путина нет пока что. Ой, сейчас время такое все. Так. Ренейм. Да, вот так. Путинки. Окей. Заживаем ОК. И группу, вот эту группу, которая появилась, у нас не было ее в данной, мы ее создали, добавляем в цвет. У нас есть еще Азар. Я их отключу. Эту же группу я добавляю фильтр. Фильтр. И сейчас в этой визуализации просто не будет там, где группа другие. Вот, у нас есть до революции, они, наверное, цвет неудачный. Да, они сливаются. Ну, это все очень легко поменять просто, ну, реально один клик. Вот это Путинки и вот это Хрущевки. Несторонние. Что такое с ними? Что-то не так. Вот я сейчас масштаб сделаю побольше. Так, а, хистири. Так. Давайте я открою визуализацию, где это уже было сделано. Там просто все периоды. Я просто очень не точно указал, а когда точно. Меркатори, по-моему, сделали по возрасту домов в Москве. Хорошую визуализацию, ее можно найти. У меня в списке ресурсов, которые в вашем конспекте, она там тоже есть. Итак, это плеер по годам. Это число квартир в домах. Это периоды. Периоды до революции. Вот центр Москвы, видите? Большевики и Сталин. Хрущев. Брежнев. Черненко, Андропов. Лужко. Собянин. Вот. Ну, из этих данных просто группы правильно составить. Ну, например, такая штука получается. Или количество построенных домов. Суммарно. То есть, сколько единиц в этой базе есть. Ну, забросили, проанализировали. Это проблема с данными. Потому что, наверное, дома до 17-го года, до революции, были помечены как 17-е. Ну, и дальше. Видно война. После войны в 45-м очень отстроились. Потом спад. А вот хрущевки. Большевики и Сталин. А вот хрущевки. Вот. Пик строительства домов. Дальше. Вот 80-е. А как это по этажам коррелирует? Или вот таймлайн этих периодов. Это таймлайн. Таймлайн по персонам. Это число квартир по годам. И на Хабрахабре, в той ссылке, почитайте. Человек сделал аналитику по этим файлам. Но, по-моему, в Пайтоне. И это серии домов проявляются. Он там тоже это писал. Вот такие. Есть ли парковка? Вот что-то такое. То есть, все редактирование происходит перетаскиванием. Одной штуки. Вот на эти метки. Выбирается тип графика. И, собственно, все. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова